Всем добрый день, дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике, таком коротеньком, я бы хотела ответить на вопрос ваш. Кто-то у меня спросил, Надя, а вот после вашей реабилитации, то есть когда я прихожу на дом к пациенту, далее ли есть у пациентов какая-то реабилитация? Ну, в другом месте, либо в госпитале, да, либо в реабилитационном центре в каком-то. Отвечаю на ваш вопрос. Да, такая возможность есть. В Канаде предусмотрена так, что такая система, что в случае, если была операция, либо протезирование, либо перелом, ну, на скелетно-мышечную систему я имею в виду, то, да, предусмотрена сначала поддержка пациента на дому, но опять же в случае, если он сам не может выйти и пойти в центр реабилитации, а затем после этой нашей службы, то есть поддержка пациента на дому, которая в среднем длится 6, максимум 8 недель, нас просят, да, не более 8 недель. Далее, если вот мы видим, что по истечении 6-8 недель пациенту требуется последующая реабилитация, то да, такая возможность есть, и он отправляется опять же в реабилитационный такой отдел, который находится при нашем госпитале. Другой вопрос, нужно ли, нужно ли его отправлять на внешнюю реабилитацию? Я вам скажу, что, как правило, нет. Как правило, нет. Очень маленькое количество пациентов мы отправляем на внешнюю реабилитацию. Это примерно в среднем, вот я вам скажу, не преувеличивая, один пациент из 10, вот среди моих пациентов, да и среди моих коллег, отправляется на внешнюю реабилитацию. Это очень маленькое количество. Я считаю, вот как бы тут есть такой момент, что каждый, конечно, хвалит свою работу, да, но я вот без преувеличения считаю, что вот именно наша работа, вот поддержка пациента на дому после операции скелетно-мышечной системы, она жизненно необходима. И она должна существовать во всех странах, по моему убеждению, потому что это настолько эффективно, это настолько благоприятно для пациента, что как бы я не могу даже передать словами. Вот эта поддержка в первые недели, когда человеку объясняют, что нужно делать, как нужно делать, и он это делает среди своих родных стен, то есть дома, в привычной своей обстановке, в родной, то это вообще реабилитация, которая проходит на ура, на 90-95% восстановления, то есть успеха. Поэтому я считаю, что вот эта поддержка на дому, это очень эффективная система, и она должна быть, и очень хорошо, что она есть, она помогает восстановить человека с минимальными осложнениями. Как правило, вот если мы начинаем реабилитацию, да, я вам уже неоднократно говорила, но как правило, когда мы начинаем реабилитацию своевременно, с первых недель, когда вот мы приходим к пациенту уже на третий день, он понимает, что нужно делать, как нужно делать, какие упражнения, какие рекомендации, и когда он все это начинает делать, то успех гарантирован, успех просто гарантирован, я так считаю. Поэтому вот так вот, отвечая на ваш вопрос, есть ли возможность у наших пациентов реабилитироваться, проходить дальше восстановление после нас, после меня, такая возможность, да, есть, пользуются ли они ею, как правило, нет, как правило, нет, это примерно, ну, один пациент из десяти, может быть. Как правило, во внешнюю реабилитацию сразу идут те, кто может выходить из дома, вот там, да, там без, как бы, сразу, если у вас была там какая-то не очень инвазивная операция, там, ортроскопия, не знаю, либо травма без операции, и если вы можете выходить из дома, тогда, как бы, таких вот людей сразу отправляют во внешнюю реабилитацию, они проходят ее в нашей, в нашей больнице, в нашей поликлинике. Все, надеюсь, ответила, в общем, на ваш вопрос, всем до следующих роликов, и всем, всем пока-пока!